Привет, люди! Как вас дела? Айс или не айс? Вот именно так сейчас приветствуют друг друга подростки. Взрослые часто слышат такую речь среди молодёжи, и такая речь им непонятна и ужасает. Поэтому мы выбрали темы «Исследование влияния английского языка на лексикон школьников Чикарской СОЖ». Добрый день, уважаемые эксперты Республиканской НПК Жак Бодзущей. Меня зовут Фёдорова Алина. Я ученица 8 класса Чикарской СОЖ. Актуальность. Английский язык является языком глобального уровня и используется во всех сферах жизни. Проблемой нынешней ситуации можно считать, что заимствованные чужодные лектики достигли угрожающих темпов. Цель работы — это исследовать влияние английского языка на лексикон школьников Чикарской СОЖ путём составления краткого толкового словаря англоязычного школьного сленга. Задача работы — это выявить причины появления и влияния, определить сферы группы использования, изучить способы образования, провести ангидирование, создать образовательную страницу в социальной сети Инстаграм. Гипотеза. Если молодые люди будут общаться при помощи средств иностранного языка, то они этим облегчат общение среди сверстников, и им будет легче выразить свои мысли и чувства. Практическое значимое заключается в том, что краткий толковый словарь англоязычного школьного сленга, а также образовательная страница в социальной сети «Говори правильно» в Инстаграме будет полезна не только среди сверстников, но и людям старшего поколения. В первой главе мы подробно изучили теорию этого вопроса и выявили причины появления английских заимствований в сленге школьников. Это интенсивные информационные потоки, активное общение молодёжи в сети Интернет и её появление, и так далее. Хочу привести некоторые примеры из выделенных нами сфер использования заимствованных слов, «Как видно на слайде, развитие компьютерных технологий и социальных сетей, современная музыкальная и клубная культура и киноиндустрия», и так далее. Во второй главе мы изучили влияние английского языка на лицикон школьников Чикарской СОЖ. Во-первых, мы провели анкетирование, результаты которого послужили материалом для данного исследования. Во-вторых, чтобы учащиеся знали значение английских заимствований, а также чтобы взрослое население понимало речь подростков, мы разработали толковые слова от сленга. В-третьих, мы обновили нашу работу тем, что создали на просторах интернет-образовательный аккаунт на Инстаграм «Говори правильно». Полученные в коде исследования результаты подтверждают наше предположение о широком использовании англицизмов. Сделали вывод, что русский язык постепенно утрачивает свою самобутность и красоту. Мы считаем, что каждый человек должен следить не только за своей речью, но и обращать внимание на речь близких людей и своего окружения. Мы думаем, что данное исследование будет полезно, чтобы поддержать порядок и правильность речи подростков, и чтобы взрослые лучше понимали молодёжный сленг. Таким образом, наша цель достигнута и наша гипотеза частично подтверждена. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!